Так. Наталья, добрый вечер. Я очень рад вас видеть, слышать, потому что мы, когда проводили вебинар, вы там месяц или два кашляли. Да. На вебинаре вы перестали кашлять. За сколько времени на вебинаре вы перестали кашлять? Ну, наверное, минут 15. За 15 минут перестали кашлять, а кашляли до этого два месяца после ковидного состояния, да? Да, да, да. Да, да, я переболела коронавирусом. Но осталось пока что... Вспомнила, вспомнила, я кашляла. Да, ревлекс. У меня тоже бывает. Вспомню, что-нибудь. Расскажите, как это было, потому что наши участники школы – человек, бывший хомофутурус. Плюс еще сотни тысяч подписчиков. Они все ждут, когда вы это расскажете, потому что это так важно сегодня, потому что вы поделитесь своим опытом, как вы это сделали. Да, вот расскажите, потому что кое-кто на вебинаре не был. Ну, если начать рассказывать с самого начала, да, наверное? Давайте, да. Вот с вами я познакомилась первый раз, вернее, я увидела ваш ролик где-то в начале, в начале марта. Конец февраля, начало марта. В этом году, в этом году. Да, в этом году, да. У меня было как раз в этот период самая высокая температура была, я еще лежала, было плохо, депрессивное состояние было. И вот как-то я залезла в интернет, и в одном из роликов, в комментарии было написано, что «Хасай Али помогает конкретно». Я думаю, даже я посмотрю, кто это такой, что это, и познакомлюсь. Я прочитала о вас, стала находить ваши ролики, стала потихоньку делать, ну, правильно, неправильно. Вначале я себя заставляла каждый день в течение трех недель, как раз до вот этого вебинара, я себя заставляла делать хотя бы раз в день пять упражнений. Это синхрогимнастику вы просто взяли, да? Да, синхрогимнастику. И я, как только я начала делать, я начала плакать. У меня слезы прям... Разгружка пошла, правильно, да. Я не кричала, я просто плакала, просто текли слезы. Я смотрела ваши ролики, плакала, опять делала, плакала, и три недели у меня просто текли слезы. Я знала, что с этим делать, но вы знаете, когда ты просто плачешь, ревешь где-то что-то, и если сравнить, как ты делаешь гимнастику, и текут слезы, то совсем разное. А после этих слез ты чувствуешь, что ты же там не делаешься. Еще раз скажите, пожалуйста, я не понял, не расслышала. Разница, когда просто плачешь, это одно вы сказали, а когда делаешь на фоне синхрогимнастики, это другое, да? Да, да, ты понимаешь, что тебе становится легче. Когда ты просто плачешь из-за какого-то события, да, тягостного, за какой-то неприятной ситуацией, ты начинаешь плакать, и тебе тягостно. То есть ты переживываешь, и тебе очень тягостно. То есть опухают глаза, такое состояние очень тяжелое. А когда начинаешь плакать во время синхрогимнастики, и слушая ваши видеозаписи, оно как-то вот, оно легче. Оно понимает, что на душе становится легче, становится светлее. А какой синхрогимнастики, какое упражнение вам подходило больше? Ну, у меня вначале не получалось ничего. Мышцы были настолько скованы, настолько была зажатость, то есть вот как будто панцирь был какой-то одет на мне. Ничего не получалось. Но я заставляла себя, говорила, иди и делай. Хотя бы по минутке, по полторы каждое упражнение. Вот сейчас я хочу сказать сразу для всех, что на самом деле надо подбирать свое действие. Потому что делать не то, что трудно, а делать именно то, что легко. И поэтому, если по синхрогимнастике классической по методу ключа у нас 5 упражнений, там хлест, лыжник, шалтай-болтай и другие, то здесь, если вы будете подбирать свое собственное по принципу ключа, то вы можете найти такие действия, которые настолько вам легко делать, что никакого труда не предоставляет. Ну, это я уже сейчас знаю. А тогда я ничего не знала, потому что ролики были, ну, вот я только-только входила и начинала вот это делать. Но в одном из роликов, вы, самая-самая первая передача была «Помоги себе сам», по-моему, и там был мальчик такой, 15-летний юноша, и вы ему показывали упражнение «Вис вперед и вис назад». Вот ему сказали, когда у тебя, когда ты делаешь это упражнение «Вис назад» и головой качаешь, то ты думаешь, что ты хочешь. Да, думаешь, о чем думаешь, да. Да, да, и я стала думать, что мне это помогает, я расслабляюсь. И действительно, я сейчас делаю до сих пор вот это упражнение «Вис вперед и назад». Я говорю, что я счастливая, я уверенная, мне хорошо, у меня всегда хорошее настроение. И первая мысль, когда мне стало легче, когда вот говорят, что для тебя счастье, я поняла, что быть в хорошем настроении, ходить, улыбаться, улыбаться в солнце, улыбаться, что птицы поют. Я позвоню дочери и говорю, Женя, ты представляешь, я говорю, птицы-то поют, как красиво. Слушайте, Наташа, вот теперь о той части. Вот у нас был вебинар, и на этом вебинаре, когда вы вышли, вы сказали, вы уже два месяца в ковидном состоянии, поэтому вы все время кашляли, и мы не могли нормально разговаривать, потому что вы все время кашляли. Я вам тогда предложил делать волну. Вот раньше, когда у нас была синхрогимнастика только, волны еще не было. Волну я придумал, это буквально за последний год-два, потому что все время общаясь с людьми, которым приходится помогать, я вдруг ее вычислил. Я ее вычислил, и наши участники Школы Человек-будущего, Homo Futurus, помогли мне ее отработать. Я вам тогда ее предложил прямо, прямо в присутствии всех на вебинаре, и вы делали эту волну. Расскажите, как вы ее делали. Вы начали с того, что вы все время кашляли, кашляли, и сказали, что вы до этого два месяца кашляете. Но у меня волна не получалась. Я начинала делать волну, и у меня волна, она начиналась, очень быстро получалось сделать. У меня начинала болеть голова, начинала пооттошнивать. И вы мне предложили сделать просто шалтай-болтай. Я вот эти 15 минут... А вы встали и стали делать шалтай-болтай? Да, и после этого я делала 15 минут, я устала, больше не могу. Я присела, и потихонечку она у меня пошла сама. Я сама... Волна пошла сама. Да, волна пошла сама. И вот она у меня теперь потихоньку... Я когда сажусь и вспоминаю, ага, волна, я начинаю покачиваться. Но сильно долго покачиваться я не могу, потому что я опять ухожу в очень быстрое состояние. Видать, еще не все напряжение ушло. То есть еще напряжение соединяется. Ну тогда случилось так, что мы все увидели, что через 15-20 минут вы перестали кашлять, а до этого два месяца кашляли. Да, 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 да. А потом что произошло? Вот мы закончили вебинар, все разошлись. Вы тогда перестали кашлять, все были удивлены, как это прямо на глазах произошло. А потом что было? Вот мы разошлись с вебинара. А у вас кашель опять возобновился или что? Ну, да, он у меня бывает, когда много говорю. Когда начинаю много говорить, я начинаю закашливаться. Но я еще прохожу физию лечения. Вот как бы еще не совсем оправилась. Но, знаете, после этого вебинара «Волшебная кула» я за всем другими глазами смотрю на все. Я смотрю на совсем другими глазами на эту кашель. Ну, начиная от этого, я знаю, что не закончится. Я не нагнетаю себе. Не накручивайте себя. Я не накручиваю себя. Да. Если до этого я накручивала, хотя бы просто, ну, скажи, что закончится. Когда я перестану кашлять, у меня уже все грудная клетка болит. И сколько это может продолжаться? К чему это приведет? Это осложнение. То есть у меня уже таких мыслей нет. А общее самочувствие как? Прекрасно. Ну, прекрасно это как? Это что за ощущения? Я хожу улыбаясь. У меня начинает меняться походка. Я начинаю чувствовать свое тело. Уходит зажатость. Самое главное, вот это уходит панцирь. Уходит зажатость. Руки становятся, ноги, тело. Оно становится более зажатое. А я его начинаю чувствовать. Чувствую, что оно у меня есть. Не просто сплошной какой-то столб. А я чувствую, что есть шея. Я могу аккуратно даже посмотреть на соседнюю, на стену, которая сзади. До этого у меня шея не поворачивалась. На вебинаре вы мне предлагали посмотреть. У меня не получилось. Я могу сейчас сказать такое вообще вывод. То, что в принципе должно было произойти и так. Например, прошло бы еще месяц, еще два месяца. И свет в конце туннеля, чтобы все-таки вышли бы из ковидного состояния. И еще из своего кашля. А тут произошел вебинар. И вдруг получилось, что время до света в конце туннеля резко сократилось. Да, да. Оно сократилось. И я теперь не нагнетаю никаких мыслей. У меня плохих нет. Если что-то где-то возникает, я говорю, а, это так. Это временно. Все будет хорошо. Вот-вот-вот философия Творца. Философия мудрости. Да. Что бы ни случилось, вы уже заранее знаете, что в результате все будет хорошо. Да, если что-то где-то возникает, я начинаю быстренько делать шелтай-болтай или секюр-гимнастику. Все это проходит. Я тогда могу и доделать и домашние дела, и еще что-то, и почитать, и посмотреть. То есть снимается лишнее напряжение очень хорошо. Скажите, вы вот это ощущение, ощущение, когда легче стало, это вот на что похоже? Вы говорите, на ощущение радости или легкости, или счастья, или на что это похоже? Вот когда вы это в последний раз чувствовали до болезни? До болезни когда? Очень давно. Категорически давно. То есть получается, вы не только вышли из ковидного состояния, получается, что вы, в принципе, восстановили ту утерянную гармонию в себе. Да, 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 да. Да, да, я теперь практически всегда в хорошем настроении. Я хожу, улыбаюсь, я иду по улице, где-то что-то увидела такое, а я улыбаюсь. Вот эта маска на лице, я думаю, хорошо, что она едет. Иначе бы люди подумали, чего она все время улыбается. Хороший такой юмор у вас, да, спасибо. А юмор – это показатель того, что нет депрессии. Это очень хорошо. Да, вчера и сегодня очень плохая погода, но вчера было мне как бы не очень хорошо. Ну, нехорошо и нехорошо. Думаю, закончится день, начнется новый. Да, да, молодец. Вот вы теперь стали оптимистом. Да, да. По существу вы у себя силу духа укрепили. То есть теперь что такое сила духа? Это вопреки всем обстоятельствам всегда чувствовать, что все равно будет все хорошо. Я написала, что все будет хорошо, да. Я написала себе все, что я хочу, там, быть счастливой, быть в настроении, там, успешной, там, там, когда делаю вис назад-вперед, я все это проговариваю. Качаю голову и все это проговариваю. А вот кто-то не знает, что такое вис назад-вис вперед. Вперед, это у нас в учебнике по физкультуре у профессора Матвеева пять упражнений синхрогимнастики по методу саморегуляции ключ. Уже описано, уже с картинками. И там есть вис назад-вис вперед, с проходом вниз, и легкий танец, и шалтай-болтай, и хлест, и так далее. И там же я и прописал, что в этом методе, что подбирайте свои действия. Потому что эти пять упражнений классических я среднестатистически вычислил среди миллионов людей. А каждый человек может подобрать свое, например, плавательные движения, или движения, например, скакать на коне, или грести на лодке. Ну, подбирать свое, то, что вам максимально комфортно, максимально просто, максимально легко, не требует никакого насилия над собой. И поэтому, если Наташа сначала сказала, ей трудно было делать, но она делала, ну, это честь и хвала, как говорится. Потому что человек, если бы не верил, что это поможет, он бы этим не занимался. Узнала, это был самый первый шаг, самый первый шажочек, самый маленький. Это я потом уже стала узнавать, что надо делать в упражнении методом перебора, подбирать, находить. Но я хочу сказать, что ваше вот это вот упражнение синтро-гимнастику, это золотое упражнение. Если это что-то не получается, то лучше всего начинать именно с этого упражнения. Почему? Потому что вот буквально до вас я хотела сделать синтро-гимнастику, а потом как бы поговорить с вами. Но времени нет, и мне позвонила моя подруга. И, ну, у нее такие обстоятельства, моя мама очень лежит долго, ей тяжело. И на нервной почве, скорее всего, на нервной почве она разболелась. И я ее часто заставила делать шалтай-болтай. Я говорю, давай ты со мной разговаривай и делай. Пожалуйста, я говорю, говори, что ты переживаешь, что у тебя то, что мама. То есть точно сделала так, как разговаривали вы со мной. Так, да. Делай шалтай-болтай. Она поделала 2-3 минуты, сказала, она разозлилась, сказала, нет, я больше не буду, мне не нравится. Я говорю, делай. Ну-ка слушай меня, говорю. Ну, делай. И вот мы, наверное, с ней минут 15-20 вот так вот проговорили. И она говорит, а зачем ты меня заставила делать это упражнение? Чтоб живот перестал болеть? Я говорю, а что, у тебя живот болел до этого? Она говорит, да. А сейчас чуть-чуть внизу. Я говорю, ну вообще, чтоб ты, говорю, заулыбалась. Она такая раздовольная. Да, говорит, мне легче стало, мне хорошо. Я, говорит, сейчас поговорю с тобой, пойду, говорит, дальше делать. Понятно, понятно. Но я хочу заранее всем сказать, если вы делаете шалтай-болтай, то просто стоите руки влево, руки вправо. Так делают все дети. Так делают аутисты. Так делают. Ну, вообще, вот эти повторяемые движения. Подбирайте себе каждый. То, что именно вам подходит по критерию максимальной комфортности. Кому-то подходит шалтай-болтай, а у другого человека, может, поясница зажата. Ему трудно это делать. Тогда делайте сидя, волну. Отпускайте свое тело. Но самое главное, переживайте в этот момент. Не прогоняйте мысли. Остинайте свои переживания с колебаниями. И главное, понимайте, что свет в конце туннеля есть. Что вы выйдете оттуда. Но надо просто понимать, что один выходит через минуту, а другой выходит через 15 минут. Поэтому вы находите то действие, которое вы можете делать легко, без усилия над собой. И можете делать долго. И вот тогда вы заметите, что и кашлять перестанете, и зажимы нервномышленные уйдут, и плохие мысли уйдут, и появится хорошее настроение, и легкость, о которой рассказывает Наташа. Да, легкость, неимоверная легкость появляется. Потому что, я говорю, раньше идет, идешь и чувствуешь себя, что какой-то там медведь сидит на плечах. Тяжело. А сейчас ты идешь и чувствуешь, что руки, тело, чувствуешь голову. То есть чувствуешь, что действительно есть тело. Не что-то тяжелое, а ты чувствуешь свое тело, что оно у тебя легкое, что оно у тебя есть. Спасибо большое, Наташа. Вы поделились своим опытом. Для сотен людей это очень полезно. Они посмотрят и попробуют, и они снимут у себя кусь с плеч. Да, надо снимать. Это депрессивное состояние. Роман, дорогой, Роман, привет. Дорогой. Да, привет, привет. Ну, я вот добрался до Юго-Западной, прости, очень задержали меня. Да, я тебя жду, жду, я тебя жду, да. Хорошо. Роман, мой друг, Роман, Газенко, сейчас ко мне приедет. Роман, а мы с тобой сможем ролик записать для всех? Да, просто, конечно. Мы можем, но если успею в эфир, могу бы выйти. Давай, мой дорогой. Давай, я тебя жду, обнимаю, обнимаю. Я жду. Скажи, 10-й подъезд. Сейчас Наташа тебе скажет. 10-й подъезд. Спасибо, сейчас Роман Газенко приедет. Потом его послушайте. Он очень интересный человек, очень интересный человек. Спасибо, Наташа. Спасибо. Низкий вам поклон. Вы стольким людям помогаете. Спасибо огромное. Мы еще про ключевое дыхание, одноминутное скажем в следующий раз. Для всех. Благодаря вот этому дыханию я стала спать, потому что после коронавируса нарушается сон очень сильно. Ты не спишь, смотри, такое чувство утром, что у тебя мозг физически двигался. Очень тяжело. Встаешь разбитым, и благодаря вот этому дыханию я стала спать. Я сплю. Слушай, такое интересное, вот когда ты это рассказываешь, у меня такое интересное впечатление возникает, что вот, допустим, новичок, который не смотрел описание под нашими роликами в нашем канале, который вообще не знает, о чем речь идет, посмотрит вот этот вот, как мы с тобой сейчас общаемся, Наташа, и подумает, наверное, они договорились, но такого не бывает, чтобы человек был в коронавирусном состоянии, кашел, не мог освободиться от этого два месяца, а потом вдруг за 15-20 минут с каким-то ключом вдруг вышел оттуда и стал легкий, и стал легкий, и таким, каким не был давно. Нет, мы с вами не знакомы, коронавирусная инфекция за два года, за полтора года я переболела второй раз, первый раз я выходила из нее очень-очень тяжело, в депрессивном состоянии, для меня было это очень тяжко, очень тяжко, а сейчас это как на раз-два. Ну вот, спасибо большое, спасибо большое. Мы сейчас поставим на загрузку, хочешь мы напишем твое имя, фамилию, потому что без согласования я это не делаю никогда, поэтому если хочешь мы напишем, если не хочешь мы не будем писать, если хочешь дай любые свои координаты, если хочешь, не хочешь не давай, пожалуйста, напиши мне сейчас, и я там при загрузке это все поставлю. Я это говорю и для всех, чтобы все понимали, что мы делаем только согласие человека, пишем его имя и его координаты. А вдруг человек хочет кому-то вам это еще рассказать отдельно, а может не хочет, поэтому это дело лично каждого. Я сейчас сделаю загрузку, а ты мне, пожалуйста, напиши там. Я желаю тебе здоровья и счастья, и чтобы у тебя дома было все хорошо, вопреки всем обстоятельствам. Спасибо вам большое, огромное. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Спасибо тебе. До свидания.